Юлиана Скачкова, заведующая онкологическим отделением Центральной городской больницы. Ежедневно она со своими коллегами спасает человеческие жизни из тисков страшного заболевания. Только за сегодняшний день здесь провели около десятка операций по удалению злокачественных и доброкачественных опухолей. Юлиана Валерьевна только что закончила одну операцию и уже готовится к другой. Мы перекрываем практически весь спектр хирургических вмешательств, начиная от так называемых малых хирургических вмешательств, это биопсии кожи, слизистых оболочек и заканчивая достаточно большими радикальными операциями по удалению органа и по восстановлению работы органа в том числе. Онкоотделение в ЦГБ по праву можно считать уникальным. Здесь и диагностируют заболевания, и оперируют, и реабилитируют. Оно принимает не только сызранцев, но и жителей ближайших городов. Врачи признаются, ежегодно болезнь набирает обороты. Онкологические заболевания значительно помолодели. Самое печальное, что уменьшается возраст пациентов. Стали страдать совсем молодые пациенты теми заболеваниями, которые раньше мы фиксировали только у взрастных совсем пациентов. Например, тот же самый рак матки. Если это раньше был удел пациентов 60-70 лет, то уже за прошлый и за этот год зарегистрированы случаи пациенток 24-30 лет. Среди женщин львиная доля случаев заболевания раком молочной железы. У мужчин широко распространена онкология легких или желудка. Медики уверяют, избежать рак можно. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни. Подразумевая под этим и избавление от вредных привычек, и, что немаловажно, избавление от лени, стоит как можно чаще прогуливаться пешком, употреблять свежие овощи и фрукты. И при первых же подозрительных недомоганиях стоит обращаться в больницу. Чем раньше начать терапию, тем выше шанс справиться с болезнью. На мой взгляд, пациенты, вообще население, вообще люди должны с уважением, в первую очередь, к себе относиться. Уважать себя и свое здоровье. И понять, наконец, что кроме как сам человек, никто за его здоровье отвечать и беспокоиться не будет. Возможно, многие неравнодушные люди мечтают, чтобы изобрели такое средство, которое будет излечивать от этого страшного недуга даже на крайних стадиях заболевания. Но даже у врачей есть на это надежда. Я думаю, наверное, будет, но, наверное, уже даже не при нашей жизни. А сейчас просто относиться к себе с уважением, относиться с доверием к докторам, которые действительно работают и работают очень неплохо. Кристина Сладкова, Евгений Воронов. Вести детально.